Всем привет! Добро пожаловать в Автомер! Наша программа для автомобилистов и тех, кто планирует в будущем сесть за руль. Сегодня, впрочем, как и всегда, мы подготовили для вас максимум полезной и развлекательной информации. Итак, устраивайтесь поудобнее. Меня зовут Дмитрий Семенюк и в ближайшие 20 минут вас ожидают. Переходим с зимнего стиля вождения на летний. Что нужно знать о движении в теплое время года, чтобы не угодить в ДТП? Никаких понтов, просто семейный минивэн. Тест-драйв Мерседеса B180 в рубрике «Автомобиль номера». Где в городе найти хороший бензин и качественные шины? Потребительский совет от нашей программы. А также автомобилисты, которые задержали пьяного водителя на Магнитогорской. Жестокая драка автовладельцев на кольце Запорожской. И краш-тест Toyota Suarer в аварии в районе Снеговая Пать. Наша постоянная рубрика «Автоэкшн». Мы начинаем. Весна уже вступила в свои полноправные владения. И на дорогах не осталось льда. Поэтому многие водители стали позволять себе лишнего в плане скорости, перейдя с зимнего на так называемый летний стиль вождения. Однако в теплое время года есть свои особенности управления автомобилем. Об этом наш следующий сюжет. Опытные автомобилисты знают, что стили вождения в теплые и холодные периоды года несколько различаются между собой. Очень важно правильно угадать тот момент, когда именно нужно перестроиться с одной манеры езды на другую. В противном случае вы ставите под угрозу не только свою безопасность, но и безопасность других участников дорожного движения. Для начала смените резину. По словам Александра Борисюка, эксперта в области контраварийного вождения, это не счета прихоти, даже не стремление производителей покрышек вытянуть из автолюбителей больше денег. Все дело в разнице материалов, использующихся при производстве летних и зимних шин. Очень важно вовремя менять резину на колесах. И это тоже сказывается на поведении автомобиля. Зимняя резина в теплый период, она хуже держит дорогу. Но нужно иметь в виду, что меняем мы резину после устойчивой температуры ниже плюс 5 градусов. Ну, я думаю, не стоит говорить, какой должна быть резина, какого она должна быть качества. Зимой водители предпочитают двигаться аккуратнее, без резких движений. Летом многие могут позволить себе лишнего, как в плане скорости, так и в плане агрессии при перестроении. По статистике зимой больше аварий, но самые страшные ГТП чаще происходят летом. Причина тому – скорость. Представьте себе, не вписаться в поворот зимой на скорости 30 или летом, но уже на 90 км в час. Чувствуете разницу? Зимний занос – это медленное явление, а летом из-за повышенной скорости занос бывает очень быстрым, неожиданным и поэтому наиболее опасен. С изменением температурных условий, дорожных условий следует более внимательно быть к скорости движения. Средняя скорость потока постепенно увеличивается, незаметно увеличивается. Поэтому можно сказать, что летние условия движения, они более агрессивные. С возрастанием скорости всеобщего потока у водителя остается меньше времени на принятие решения. Поэтому летом водитель должен быть еще бдительнее, чем зимой. Он должен создавать вокруг своего автомобиля как бы капсулу безопасности. Это увеличение дистанции, причем не только спереди, но и сзади. Если машина прижимается к вам к бамперу, к заднему, значит, стоит еще больше увеличить дистанцию впереди себя, чтобы не допускать резкого торможения. Это интервалы, это также внимание за обгоняющими машинами. То есть обзор по всем зонам просмотра должен быть гораздо чаще, может быть, даже чаще, чем зимой. Но дорога – такое место, где не все зависит только от вас. Здесь всегда присутствует пресловутый человеческий фактор. Для вас будет лучше, если вы начнете анализировать дорожную ситуацию за себя, за того парня, ну или за девушку. Справится ли другой водитель с поставленной задачей, впишется он в поворот, не впишется, ведь скорость, опять-таки, повторяю, увеличивается. Это прогноз, прогноз на несколько шагов вперед. Вот этому комбинационному мышлению тоже стоит учиться, тренировать его. Подытожим. На самом деле не существует никакой зимней или летней манеры езды. Правильная езда только одна – зимняя. Зимой и летом. Будете следовать этому правилу, пропадает необходимость перестраиваться с зимнего стиля, если не считать замену шин, разумеется. Кроме того, именно зимний стиль вождения летом делает ваше передвижение на автомобиле намного безопаснее. Как вы уже, наверное, поняли, уверенно чувствовать себя на дороге можно только при условии, что шины вашего автомобиля соответствуют сезону. Сейчас самое время их менять. Если ваши летние шины с прошлого года поистрепались, то рекомендуем озадачиться покупкой нового комплекта резины. В вопросе смены шин не стоит ориентироваться исключительно на календарь, особенно у нас, в Приморье, где снег может пойти даже в мае. Наиболее разумный подход – комбинированный. Нужно изучить прогнозы синоптиков на несколько недель вперед и учесть как дневную, так и ночную температуру, в зависимости от того, когда вы чаще ездите. В этом вопросе еще возможны варианты, но вот где точно нет двух мнений, так это в том, что лето на зиму нужно менять однозначно. Во-первых, у летних шин более плотный состав. Они хорошо выдерживают нагрев при соприкосновении с горячим асфальтом и при этом сохраняют форму, в отличие от зимних покрышек, которые при нагреве становятся мягкими. В результате чего машина начинает хуже держать дорогу. Нам же этого не надо, поэтому сейчас самое время выбирать себе шины для лета. Очень большой выбор шин сегодня представлен в автомагазине «Автомол», который расположен в районе Камской. Глядя на количество стеллажей, резины на них глаза разбегаются. Ее здесь немного, а очень много на любой вкус и кошелек. В нашем случае мы ищем вариант, который устроит нас по качеству и не особо напряжет по цене. Вот, например, шины Максис. Выглядят неплохо, на ощупь приятные, рисунок интересный, да и стоимость у нее приемлемая. Прямо то, что нужно. Вообще, если говорить о производителе шин Максис, то это одна из ведущих мировых марок. При разработке этих шин используются новые технологии. Максис постоянно совершенствует протектор покрышек и подвергает их жестким испытаниям. Где, спросите вы? Там, где условия эксплуатации шин выше, чем запредельные. В автоспорте. Ралли, дрифт, трековые гонки и различные трофи-рейды. Везде Максис помогает добиваться гонщикам высоких результатов. В плане безопасности производитель шин Максис тоже преуспел за счет уникального рисунка протектора, обеспечивающего более надежное вождение автомобиля. Яркий пример Максис HP M3 Bravo для кроссоверов и внедорожников. Это проверенный временем дизайн с пятью продольно расположенными ребрами, что придает шине стабильное и прогнозируемое поведение, в особенности при движении на высокой скорости. Широкие плечевые зоны шины Максис Bravo улучшают сцепление в поворотах, оптимизируют распределение внешней нагрузки по пятну контакта с дорогой и сокращают протяженность тормозного пути. Многочисленные ламели увеличивают в сотни раз количество сцепных кромок, а также препятствуют возникновению аквапланирования за счет отвода воды из пятна контакта в одной из близлежащих дренажных канавок. Весьма популярны у водителей легковых автомобилей и кроссоверов шины Максис HP 5. Им, кстати, присвоен рейтинг А за сцепление на мокрые поверхности, улучшенные характеристики по торможению на сухом покрытии и за сниженное на 9% сопротивление качению. Благодаря наличию трех центральных ребер протектора, эти шины имеют железную курсовую устойчивость, при движении на высокой скорости по прямой. А за счет непрерывных блоков плечевой зоны покрышки улучшились показатели бокового сцепления и управляемости. С ними дорога не выйдет у вас из-под контроля. О грязевых шинах марки Максис нужно говорить отдельно, поскольку сегодня эти колеса одни из лучших в мире. Встречайте Максис МТ-764 Биг Хорн. Пройдет везде, по песку, по грязи, по камням или куда в этом еще собрались. Ее протектор имеет множество углов и острых граней. Это позволило обеспечить шине прекрасное сцепление с различными типами поверхности, в том числе и на каменистых грунтах. Увязнуть с такими шинами очень тяжело. За счет их двухэтажного дизайна удалось увеличить сцепление с поверхностью при одновременном снижении давления на грунт. Также эта резина проявляет исключительную стойкость к проколам и порезам. Ну а помимо всего прочего, она еще и выглядит очень круто, благодаря большим белым буквам на боковинах. Еще одна внедорожная модель, только уже повышенной проходимости. Шина Maxxis M8090, больше известная как Crawler. Крупные массивные блоки и большое расстояние между ними обеспечивают отличное самоочищение и проходимость этих шин. Увеличенная ширина протектора Maxxis M8090 позволяет ей отлично проходить острые и скользкие места. Применение усиленного корда увеличило способность шины противостоять нагрузкам и внешним повреждениям, характерным для скалистой местности. Диагональное строение шины и дополнительный протектор, расположенный на боковине, обеспечивает безопасное движение при пониженном давлении в колесах. При этом пятно контакта с поверхностью дороги увеличивается в два раза. Помимо летних шин в линейке Maxxis есть и всесезонные модели. Maxxis AT771 для полноприводных автомобилей. Она имеет достаточно крупный агрессивный протектор, который специально разработан для применения в условиях бездорожья. Специально подобранные широкие канавки между массивными блоками обеспечивают быстрое самоочищение на рыхлом грунте, особенно при пробуксовке. Плечевая зубастая зона обеспечивает уверенное маневрирование на грунтовых раскисших дорогах. Присутствие нейлоновых нитей в каркасе этих шин позволило повысить их прочность, а большое количество ламелей обеспечивают ей отличное сцепление и уменьшают шумовой эффект. В общем, в линейке производителя Maxxis на сегодня, пожалуй, самый богатый выбор моделей автомобильных шин. Фактически любой автомобилист найдет подходящие для себя колеса. Также в автомагазине Автомол всегда в наличии резина топовых производителей, таких как Bridgestone, Dunlop, Hencook, Toyo и Cardian, и огромный выбор литых автомобильных дисков. Кстати, здесь же работает автосервис, где соберут ваши новые диски и резину и установят их на вашего красавца. Если не хватает денег, всегда есть возможность оформить кредит или рассрочку. В Автомоле подберут для вас подходящий вариант. Приезжайте. Проспект 100 лет Владивостоку, 12. Это район Камской под мостом. При слове Mercedes все начинают представлять нереально крутые тачки с мощным двигателем, высочайшим уровнем комфорта и заоблачным ценником. И это естественно, ведь большинство мерсов – это машины класса люкс. Однако немецкий автоконцерт выпускает и обычные автомобили для простых семейных людей. Об одной из таких моделей пойдет речь в нашей постоянной рубрике «Автомобиль номера». Когда мы говорим о марке «Мерседес», мы сразу представляем какие-то люксовые внедорожники либо седаны бизнес-классов. Но «Мерседес» производит автомобили для людей, для простых семейных. Итак, знакомьтесь, «Мерседес» B180 – семейный минивэн. Компактный минивэн «Мерседес» B-класса дебютировал на подиуме в франкфуртского автосалона в 2011 году. Старт продаж в России этой машины пришелся на начало осени 2012 года. Однако не все считают B180 минивэном. Визуально это, конечно же, минивэн, но многие считают, что это такой увеличенный хэтчбэк. Это не так. Все-таки это минивэн. Вот эти классические уже мерседесовские фары очень красивые. И вот эта лента диодная ходовых огней, она очень симпатичная. Огромная фальш-радиаторная решетка с прям нереально огромным значком «Мерседес». Внешность этого «Мерседеса» благодаря стараниям немецких дизайнеров получилась спортивная, яркая, напористая и харизматичная. Салон у нас кожаный. В некоторых моделях здесь даже есть откидной столик. То есть это все располагает к тому, что это все-таки семейный автомобиль. И на нем удобно очень ездить куда-то в путешествия, на дальняк и так далее. Не скажу, что он огромный, но коляска сюда влезет с легкостью. Ну а если мы откинем задние сидения, то, естественно, у нас получится ровный пол. Я считаю, что вполне все добротно сделано. Салон «Мерседес Б-класса» современный, комфортный и уютный. Передняя панель с плавными линиями. Стильные дефлекторы вентиляции в авиационном стиле. Вертикальная центральная консоль уже в базовой версии увенчана цветным экраном. Машина оборудована дополнительными системами, всевозможными избежания столкновений. Она сама останавливается при аварии. Ну, если вдруг она видит, что машина слишком близко приближается, реагирует и автоматически зарабатывает тормоз. То есть оборудована сонарами. И спереди, и сзади. Здесь у нас все так, вроде как, минимализировано. То есть достаточно маленький климат-контроль. Он же и медиасистема. Ну, вот, почему-то в европейских автомобилях принято вот эти кнопки сюда впаривать в большом количестве. Как будто звонить можно. Ну, и, естественно, здесь есть связь с телефоном по Bluetooth. Подогрев сидений, охлаждения сидений нет. На наш взгляд, Mercedes B180 – машина для единоличников. Где это видано, чтобы у Mercedes был однозонный климат-контроль. Но здесь он именно такой. Двигатель у нас 1,6 турбо, 156 лошадиных сил. Мотор хоть из турбины, но он, естественно, не гоночный. Сейчас очень многие производители внедряют турбины на свои моторы для того, чтобы уложиться в нормы экологии. И, соответственно, с турбомотором это сделать гораздо легче. Mercedes B180 весит 1425 килограмм. Турбированный мотор разгоняет его до сотни за 10 секунд и позволяет набирать скорость до 190 километров в час. Расход по городу у этой машины чуть более 7 литров. Если потратить около 6 литров по городу. Ну вот, а вот маленькие Mercedes, видимо, не уважают и в зеркала не смотрят. Хотя значок вот такой Mercedes. Погнали! Ну, кстати, очень резвенький он для хэтчбэка. 156 лошадиных сил все-таки. Да, очень уверенно едет. Мелкие канавки он у нас глотает. И очень здорово глотает. Шумоизоляция для такого класса уровня машины просто вышак. То есть у нас, в принципе, на улице мы ничего не слышим. Шум колес даже не слышим. В обычном режиме этот Mercedes жестко тупит в начале разгона. Но стоит нам переключиться в режим спорт, как он начинает соображать быстрее и стартует с места в карьер. И, кстати, автомат переключается очень резво, прям очень быстро. Нету этих как подвисаний, то есть он прям щелкает передачи очень быстро. И такой рев моторчиком маленького 1.6 мы слышим. Да, вот мотор слышно, но все остальное... Наша машина оснащена системой Stop&Go. В целях экономии она сама оглохнет на светофорах и в пробках. Вот она заглохла. Руль у нас по-прежнему крутится. Значит, у нас здесь стоит электроусилитель руля. Руль информативный, то есть машину чувствуешь полностью, то есть с ней связан. То есть вот мы отпустили тормоз и поехали. Нам почему-то кто-то посигналил зачем-то. Упругая подвеска позволяет нашему Мерседесу уверенно передвигаться не только по качественному асфальтовому покрытию, но и по разбитым дорогам. Мелкие неровности и ямы ходовая не замечает. А вот крупные выбоины или трамвайные рельсы отдаются в салоне глухими ударами. Машинка отличная, сбалансированная. Хоть это и мини-вэн семейный, но когда ты находишься внутри, у тебя нет этого ощущения, что ты в каком-то семейном авто. То есть действительно оно такое, где-то есть немножечко провоцирует на агрессивную езду, где-то можешь и расслабиться. Но в целом ты не чувствуешь себя в семейном мини-вэне. Клиренса бы побольше. А так очень комфортно. Сегодня мы протестировали Мерседес Б 180 2012 года выпуска. В интернете за такой просят в среднем 750 тысяч рублей. Новые машины этой марки модельного ряда 2016 года стоят по полтора миллиона рублей. Многие автолюбители склонны к экономии своих средств. Но есть вещи, на которых не принято экономить. Я сейчас говорю о топливе. Никто осознанно не будет лить машину неизвестно что, только потому, что цена у него низкая. Все мы хотим заправляться только качественным топливом. И такое во Владивостоке есть. На заправках сети НК Уссури. Сеть автозаправочных станций НК Уссури уже хорошо знакома приморским автомобилистам. Заправки этой компании всегда видишь с дороги издалека. Благодаря их ярко-желто-оранжевому оформлению и эмблеме тигренка, встречающего водителей при въезде на них. Работа автозаправочных станций НК Уссури строится таким образом, чтобы клиент всегда оставался довольным. Здесь вам всегда помогут приветливые заправщики, обслужат улыбчивые кассиры. И вы никогда не окажетесь в ситуации, когда нужный вам бензин внезапно закончился. Это исключено благодаря грамотно налаженным бесперебойным поставкам топлива всех видов. На заправках НК Уссури можно найти бензин любой марки, от 80-го до высокооктанового 98-го, а также дизельное топливо. Розничная сеть НК Уссури свое начало берет в Уссурийске, на производственной базе оптовой компании Уссурнефтепродукт. Она включает в себя современный склад светлых нефтепродуктов с автоматизированной системой слива, налива и учета топлива. Сегодня ООО «Уссурнефтепродукт» перерабатывает до 100 тысяч тонн светлых нефтепродуктов в год, а также осуществляет оптовые и розничные поставки топлива и горюче-смазочных материалов. Надежным поставщиком нефтепродуктов для этой компании уже долгое время выступает корпорация «Роснефть». Бензин и дизель, произведенные на нефтеперерабатывающих заводах этого нефтяного гиганта, признаны одними из лучших в стране. Каждая партия топлива, поступившая на нефтебазу Уссурнефтепродукт, проходит независимый контроль качества в лаборатории химатологии. И поэтому водители, заправляющиеся на заправках сети НК Уссури, могут быть уверены в высоком качестве заливаемого топлива, которое соответствует европейскому экологическому классу Евро-5. Бензин здесь хороший, заправляются где-то раз в неделю, точно сюда заезжают, так как удобно расположение. Машина едет бодро, даже несмотря на то, что заправляются с 92-м. И экономно тоже немаловажный фактор, что дешевле бензин, чем на других заправках. Отличный. Машина летает после заправки. Каждый день заправляюсь. На учебу еду, с учебы еду, тоже здесь заправляюсь. Ну, в принципе, все устраивает по отношению, ну, соотношение цена-качество. Плюс близко к дому расположено, удобно. Поэтому здесь бывает на заправках заправишься, вот, и чувствуешь, что это не то. То не так едет, то быстро заканчивается. С этим бензином такого нет. Среди партнеров компании Усурнефтепродукт крупные предприятия Приморья, которые имеют большой автопарк. Такие, как Примор Автотранс, Терней Лес, РЖД, крупные агропромышленные холдинги и авиационные предприятия края. Помимо них Усурнефтепродукт работает и с бункировочными компаниями, производит заправку судов и доставку нефтепродуктов на островные и удаленные прибрежные территории. Наземные же поставки нефтепродуктов осуществляются при помощи многочисленного парка бензовозов различной емкости и типа. Именно они доставляют топливо на заправки сети НК Усури во все уголки Приморского края. В Владивостоке сегодня три автозаправки НК Усури. Одна из них находится в районе проспекта Красного Знамени, как спускаться с Шилкинской на третью рабочую. На ней мы только что заправились. Вторая находится на улице Шепеткова. Здесь мы заправимся в следующий раз. Кстати, обратите внимание, что по выходным на этой заправке действует скидка выходного дня. А это 50 копеек с каждого литра любого вида топлива. А на третьей заправке НК Усури нужно остановиться отдельно, поскольку это плавучая заправочная станция. Она расположена в акватории пляжа Змеинка и предназначена для заправки прогулочных яхт, катеров, моторных лодок и даже гидроциклов. Конструкция этого комплекса исключает любые попадания нефтепродуктов в воду. Работает эта плавучая станция в периоды разрешенной навигации маломерных судов. Цены на топливо здесь практически такие же, как на обычных городских заправках. Стоит отметить, что гибкий подход к ценообразованию и наличие топлива самого высокого качества позволяет компании Усурнефтепродукт расширять географию своей деятельности. Растет парк бензовозов, число заправок НК Усури по краю и количество автомобилистов, которые на них заправляются. Пьяный водитель за рулем – потенциальный убийца. Никому не надо объяснять, каких дел он может натворить, оказавшись на дороге. И хорошо, что общество, как может, принимает участие в борьбе с нетрезвыми автомобилистами. В частности, задерживают их и передают в руки ГИБДД. Об этом и не только в нашей постоянной рубрике «Автоэкшн». Водитель этой малолитражки марки «Ниссан» хуже, чем обезьяна с гранатой. Каждый его поворот руля представлял угрозу для других участников движения. В плотном потоке машин по федеральной трассе мужчину штормило так, что у самих наблюдавших за его выкрутасами кружилась голова. Если бы не бетонные отбойники, то быть бы «Ниссану» на встречной полосе. «Ниссан» продолжал таранить бетонный отбойник, привлекая тем самым внимание других автомобилистов. Каким-то чудом рулевой малолитражки смог доехать до Магнитогорской, где его остановили очевидцы. Сразу стало понятно, что автомобилист выпил лошадиную дозу спиртного, поэтому его попросили с вещами на выход. «Синий-синий-иний, он упал вообще». После того, как тело пьяницы уволокли на тротуар, граждане отогнали к обочине и его машину. Собственно, просыхать мужчине пришлось на заднем сидении «Ниссана». Автомобилист сопротивлялся, но его особо никто и не спрашивал. После этого мужчины вызвали ГИБДД, которая хорошо знает, что делать дальше с такими товарищами. Очередной дорожный мордобой в районе Кольца Запорожской. За этой схваткой не без удовольствия наблюдали проезжавшие мимо автомобилисты. Некоторые из них даже делали ставки. «Впрочем, вскоре в салоне машины автора видео промелькнула здравая мысль выйти и развести этих боевиков по разным углам. Однако у каждого нашлась причина не делать этого». То, что лежащего не бьют, точно не из этой оперы, поскольку долговязый в светлой куртке лупил своего противника, когда тот валялся на асфальте. Причем ногами. Хорошо, что в ситуацию вмешался один из очевидцев, который объяснил бойцам, что жить надо дружно, после чего все успокоились. Нобелевскую премию мира пацифист, конечно, не получит, но его поступок пользователи сети оценили крайне положительно. Хобби активистов движения СтопХам крайне опасное. Благодарности от своей клиентуры им ждать не стоит. А вот оскорблении легко. Да, и пинками каждый второй паркующийся на автобусной полосе в районе спортивной АвтоХам готов прогнать этих парней с наклейками. Стоит отметить, что нарушитель повел себя как настоящий ровный пацанчик. Вместо того, чтобы просто перепарковаться, он утвердился за счет студентов. Молодец, достойный поступок. Байкерский сезон Байкерский сезон еще официально не открыт, но поклонники двухколесного транспорта уже начинают потихоньку выезжать на дороги. Весенняя погода-то позволяет, в принципе. Только вот не все автовладельцы мысленно готовы к тому, что теперь им придется делить проезжую часть с мотоциклистами. Водитель этого Mitsubishi Pajero точно из их числа. Авария с его участием попала в объектив камеры наружного наблюдения. Вот мотоциклист выезжает с кольца и начинает движение в сторону проспекта Красного Знамени. В этот момент от обочины отъезжает белый Pajero, водитель которого хочет заехать на кольцо. В следующую секунду их траектории пересекаются, и мотоциклист вместе с мотоциклом падают на землю. Стоит отметить, что байкер получил травмы и был доставлен в больницу. Чем больше шкаф, тем громче падает. Если следовать той же логике, чем быстрее машина, тем серьезнее ее повреждения при ДТП. Авария, которая произошла недавно в снеговой паде, наглядное тому подтверждение. Водитель Toyota Suarer шел по главной. Но как шел? Очевидцы говорят, летел как пуля. Пока ему на перерез со второстепенной не выползла Toyota Rush. Столкновение вышло разрушительной силы. Машина разметала в разные стороны, а Suarer загорелся, но его потушили. Водитель спорткара был доставлен в больницу, туда же отвезли и пассажирку кроссовера. Стоит отметить, что это был не простой сарай, а фаршированный по самое не хочу. Хозяин машины строил ее долгое время и вложил в нее немало средств. Так что Suarer стал практически золотым. Любопытен и ник в инстаграм автовладельца – психопат25рус. С таким прозвищем ездить медленно религия не позволяет. Следующая авария произошла в районе городского пляжа Фокина. Известно, что двое мальчишек на велосипедах ехали по левой обочине и навстречу транспортному потоку. В эту же сторону двигался водитель автомашины Ниссан Тиана и грузовик, который рулевой седана решил обогнать. Выйдя на полосу встречного движения через сплошную линию разметки, седан сбил одного из школьников. Мальчик вместе с велосипедом перелетел через автомобиль и упал на обочину. К сожалению, прибывшая скорая ничем не смогла помочь мальчику. 12-летний велосипедист от полученных травм скончался на месте происшествия. Как сообщили в местном ГИБДД, водитель Тиана отказался от прохождения медицинского освидетельствования. А это видео снято в районе перекрестка улиц Вилково и Вязовой. Видеорегистратор был установлен в салоне Хонды Фит, хозяйка которой двигалась по левой полосе в сторону спортивной. Внезапно ей на перерез с прилегающей территории выехала девушка на Субару Импреза. Столкновение было неминуемым. Стоит отметить, что авария вызвала бурю эмоций у дочери хозяйки Фита. Капец. Теперь хана. Несмотря на то, что виновник в аварии был очевиден, а повреждения Фита не самые сильные, девушки решили вызвать на место происшествия сотрудников ГИБДД. Хотя в таких ситуациях лучше оформлять европротокол в целях экономии нервов и времени. Ну и, конечно, по традиции в конце нашей программы мы приглашаем вас провести время в обществе молодых и симпатичных особ. Наша постоянная рубрика «Девушка номера». Смотрим. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Субтитры сделал DimaTorzok Это все на сегодня. С вами был Дмитрий Семенюк. Смотрите Автомир на 8 канале. Увидимся!